поставь чайник мигрант пожалуйста и так вот то что я совсем не знаю потому что не работаю в этой системе вообще сервисы офис 365 пробуем пройти так я открыл офис может быть это мне поможет начать тестирование начать попытку вы забыли потеряли данные свои учетные записи ваши действия нужно воспользоваться специальной функцией яс и и среду наверное в еси предусмотрена такая функция но и начать писать ради пароля как подключиться mx.ru портал ссылка на главной странице есть что ли вы че сейчас вот я смотрю наверно главной странице есть и так главная страница rudm и еще ссылка какой-то портал офиском вообще пера слышу такой общий сайт наверно нету ссылка на главной странице rdn почта канить о корпоративная почта да супер мигрант ты сразу заметил нужную ссылку а вот портал офиском вы будете смеяться он выходит туда же куда это портал офиском я даже не знал о таком так следующая страница ну давай думай как получить лицензионный пакет microsoft офис для личных ноуст из своего профиля скачать нет скачать в интернете бесплатно самое лучшее для того чтобы написать письмо студенту так нужно знать номер студенческого билета нужно знать полностью фил студента и можно ввести первые символы адреса или фамилии возникнет список подходящих значений но с другой стороны если мы не знаем как зовут студента там может какой-нибудь ким вася ким ваня ким петя как формируются учетные записи кооперативного сервиса офис 365 на основе приказа о приеме зачислений им же по приказу да генерирует для того чтобы написать письмо сотруднику можно ввести первые возникнет список подходящих значений чтобы порой не тратить порой не тратить время на переписку и быстро отвечать по электронной почте на стандартные вопросы вы создали шаблоны быстрых ответов никогда не создавал как узнать что сотрудник удален прочитал ваше письмо уведомление о при прочтении а тут позвонить ему да конечно удаленное письмо находится в папке удаленное как можно перенести список контактов из одного стороннего электронного ящика почтовый ящик а 9365 создать импортировать а наверное импортировать можно ну я предполагаю и вообще бы идиотизм был что такое офис 365 набор программ почта аутлук облачный сервис облачный сервис да программы не нужно устанавливать что такое ван драйв никогда не слышал о таком пакет программ общения для удаленного контроля облачное хранилище инструмент для очистки windows облачное хранилище вот ты все знаешь ты же знаток как с помощью офис 35 уведомить сотрудников или студентов о предстоящем мероприятии создать группу отправить письма группе написать служебную запись запланировать мероприятие в календаре и пригласить людей отправить всем письма я бы наверное запланировал мероприятие и пригласил людей да работать приложениях офис 365 можно на компьютере ноутбуке на компьютер ноутбуке и айфоне на любой ивм и любом гаджете иос android windows мобайл только на компьютере на любом ивм например да то есть если у тебя какая-нибудь агата или микроша да или синглер ты легко можешь работать какой максимальный размер вложения в электронной почте веб интерфейса значит представление не имею есть стандарт но они же на стандарт чихают вот давай вот я письмо создать письмо и приложить файл ничего не написано приложить файл как как информация вложить а ну вот смотри компьютер вложить и я какой-нибудь офигительно большой файл у меня тут даже таких нету видео я все затер только что я письмо неправильно поступил но у меня же есть какой-нибудь источник узнать какой размер да ну вот вот смотри гигабайта 34 мегабайта так такой ответ есть 35 вот без шаманства вот кто-нибудь мог бы определить это нет может подразумевает что он предложит сам загрузить нет он говорит ван драйв так где доступен офис 365 только на территории рф везде подключение к интернету необязательно только на рабочем компьютере только на территории везде где есть интернет Таня твой ответ везде где есть интернет по правилам деловой переписки вам необходимо оставить подпись электронных сообщений поэтому вы настроите автоматическое добавление каждый раз будете подписывать письмо вы оставляете заявку в техподдержку я вообще ничего не подписываю мне чихать на всех это не есть правильно но мне чихать на всех вы получили сообщение с важной информацией но оно затерялось вы помните только имя отправителя либо тему письма либо вложение как вы поступите вы будете открывать все письма по очереди позвоните отправителя и попросите отправить письмо еще раз воспользуйтесь поиском вы не можете отправить электронное письмо так как размер файла допускает допустимый предел в таком выберите слушайте вопрос такой вы не можете отправить электронное письмо в таком случае вы три точки первый ответ вы не можете отправить электронное письмо в таком случае вы это типа секретного ответа вы воспользуйтесь облачным хранителем да можно ли упорядочить входящие сообщения и организовать по определенным признакам можно но вручную можно создать правило запросить техническую поддержку можно создать правило наверное да они же не идиоты в качестве получателя письма можно указать пользователь корпоративной почты любые сторонние адреса почты группу пользователей группу рассылок только пользователь корпоративный только одного пользователя не ограничено количество наверное первое по окончании обучения учетная запись блокируется доступ невозможен вся переписка удаляется доступ остается почтовым ящиком и сервисом можно пользоваться бессрочно учетная запись блокируется 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 на субтехнической поддержке может открыть доступ в сохранении данных в течение 3 дней а то есть когда приказ есть тогда они блокируют да по приказу они читают или увольняют сотрудник они просто несколько делают блокируется адреса но в принципе если ты хочешь пользоваться или снять почту то ты можешь обратиться по электрону по электрону на субтехнической 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 на субтехнической